МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сезон фонтана в Ак-Тюбе оказался под угрозой срыва. Почему подрядные компании затягивают с реставрацией водных конструкций, выясняла я, Лейла Уэсова. Уральские военнослужащие срочной службы воинской части 55-17 получили право поступать в вузы страны без ЕНТ. Сколько человек стали обладателями гранта и как им это удалось? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодный экзамен по казахскому языку впервые вели в школах в этом году. Он прошел для учеников 5-8 и 10-х классов, а также в организациях технического, профессионального и послесреднего образования. Экзамен прошел в конце учебного года и оценивался по пятибальной шкале. На нем оценивали аудирование, говорение, чтение и письмо. Безусловно, каждый экзамен – это стресс. Своего рода проверка на прочность. Причем проверка и на прочность знаний, и на прочность нервов. Дети заметно нервничали. Но, как говорят педагоги, бояться не нужно, а нужно готовиться. Это обычный срез знаний, который должен показать уровень подготовки учащихся, как ученики владеют государственным языком. Тем более задания будут в рамках пройденного материала. Учащиеся пятого класса будут сдавать по пройденным темам пятого класса, учащиеся восьмого класса – по содержанию учебной программы за курс восьмого класса. Экзамен внедрен для того, чтобы мотивировать учащихся к изучению государственного языка. Детям, которые не пройдут экзамен с первого раза, предоставляется возможность пересдать. Я думаю, что такой экзамен нужен, потому что, во-первых, казахский язык – это наш государственный язык. И знать его – это долг каждого гражданина Республики Казахстан. И, во-вторых, изучая казахский язык, я узнал о казахской культуре, о традициях и национальных играх. Критики системы говорят, что эти экзамены ничего не изменят. Мол, они лишь выявят общеизвестные факты о тотальном незнании языка. Но причины и факторы останутся прежними. Педагоги же полагают, что экзамен – это своего рода измеритель. Насколько цели, заявленные в программе, достигнуты тем или иным учеником. Но если это так, тогда почему экзамены проводят уже после того, как выставлены годовые оценки, удивляются некоторые родители. Школа отвечает, что итоговые оценки будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки. И главная цель этих экзаменов – мотивировать детей учить казахский. Теперь я считаю, что после того, как выставляют годовые оценки, этот экзамен именно внедрили для того, чтобы в течение одного года насколько ребенок владеет государственным языком. Потому что каждая четверть, она же происходит внутри класса же. Там проводят свои ссоры и ссочи, на основании этого и выставляют оценки. А данный экзамен, переводной в другой класс, я считаю, что это хороший проект, который был когда-то и возобновлен сейчас. Считаю, что это даст какой-то толчок именно на уважение государственным языком. Действительно, вспомните крылатую фразу «ученик – это не сосуд, который надо заполнить, а факел, который надо зажечь». Пример положительной мотивации был в Израиле. За очень короткий срок страна предприняла все усилия, чтобы все население заговорило на иврите. Язык, который считался мертвым, который был только в древних книгах и рукописях, возродили за очень короткий срок. В Казахстане с этим большие проблемы. Многие не знают даже родного языка. Экзамен на самом деле проводится для того, чтобы улучшить качество преподавания казахского языка. Об этом много мы говорили. Даже ко мне в прошлом году обратился Ассамблея народов Казахстана, члены Ассамблеи народов Казахстана. Попросили усилить в данном направлении работу. Экзамен – это только одна из мер. Это не самое главное. Впрочем, для учеников казахский язык становится вторым языком. Количество владеющих госязуком увеличивается из года в год. По крайней мере, об этом говорят статд данные. Бауржанше Ахмед Ахмедяр, Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Мажелесмен Сериков предложил в два раза увеличить количество учебных грантов для людей с инвалидностью. На сегодняшний день всего 1% из общего количества образовательных грантов уделяется для граждан с инвалидностью. Однако на них могут претендовать только лица с первой и второй группами заболеваний. Он предложил включить в список претендентов людей с инвалидностью третьей группы. По словам депутата, люди с инвалидностью сталкиваются с трудностями и при выборе будущей профессии. Он отметил, что казахстанские образовательные гранты выделяются только на гуманитарные и педагогические специальности. Также он отметил, что 1% грантов никак не может охватить всех желающих, так как на сегодняшний день в стране проживает 725 тысяч граждан с инвалидностью, 62% из которых молодежь. Сериков выделил и то, что инвалидность подтверждается у 11 тысяч детей ежегодно, при этом, что в эти цифры не входят лица с ДЦП и аутизмом. Затем депутат предложил выделять гранты не только для поступления на бакалавриат, но и для магистратуры докторантуры. По его словам, люди с инвалидностью имеют такое же право на знание наукой, как и у других граждан. В связи с этим предлагаю увеличить гранты для получения образования на бакалавриате до 2% лицам с инвалидностью и предусмотреть включение третьей группы в число граждан наравне с лицами первой и второй группы, ввести 1% грантов для обучения на магистратуре и докторантуре, разработать обучение по программе «Балашах» для обучения молодежи с инвалидностью за рубежом. В преддверии купального сезона уральские спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Как известно, в летний сезон количество отдыхающих на водоемах увеличивается, при этом многие игнорируют технику безопасности и, к сожалению, регистрируются трагедии. Какая работа проводится для их устранения, узнавали наши корреспонденты. До начала купального сезона осталось совсем немного времени. Впереди летние каникулы и отпуска. И помните о том, что вода – это зона повышенной опасности, должен каждый из нас. В период купального сезона возникает наибольший риск происшествий во время отдыха людей на водоемах. Поэтому с его началом проводится месячник безопасности людей на водных объектах. Целью этого ежегодного профилактического мероприятия является повышение уровня безопасности людей при отдыхе вблизи водных объектов, снижение количества несчастных случаев на водоемах. В соответствии с постановлением Акимата области на водных объектах и водохозяйственных сооружениях установлено 31 место для массового отдыха, туризма и спорта. Обследование и чистка дна водоемов будут проводиться согласно поступившим заявкам. В области имеется 32 каркасно-модульных бассейнов. Из них 11 будут функционировать в загородных детских лагерях и 21 в пришкольных лагерях. Для реагирования на чрезвычайные ситуации в период купального сезона департаментом по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области подготовлены спасатели, плавсредства и автомобили для патрулирования. Кроме этого, подготовлено водолазное снаряжение. Спасателями в период купального сезона будет организовано патрулирование на опасных и необорудованных участках водоемов. Всего на прилегающих территориях 619-летних лагерей сотрудниками полиции будет обеспечен общественный порядок. В прошлом году один человек утонул в месте, где купание было запрещено. На постоянной основе проводится разъяснительная работа среди населения о недопущении нарушений правил общего водопользования, а также пребывания детей на водоемах без контроля взрослых лиц. На сегодняшний день проведено 330 рейдовых мероприятий, роздано свыше 7 тысяч агитационных материалов. Спасатели также настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра, когда они играют и купаются в воде. Сезон фонтанов в Ак-Тубе оказался под угрозой срыва. Практически все водные сооружения в городе либо требуют капитального ремонта, либо не работают. Причем на их реконструкцию два года назад из бюджета выделили 245 миллионов тенге. Почему подрядные компании затягивают сроки реставрации, выясняла Лейла Уесова. В этом году в областном центре запустили всего один фонтан на аллее шахматистов. Да и он периодически отключается из-за технических неполадок. А вот так непрезентабельно выглядит один из поющих фонтанов возле амфитеатра. В его чаше плавает мусор, а вокруг разбросана разбитая плитка. Другую конструкцию на водно-зелёном бульваре и вовсе разобрали. Теперь здесь хотят построить целую композицию из пяти фонтанов. Ещё не определили подрядную организацию, которая будет отвечать за содержание 21 фонтана. Это станет известно после проведения конкурса. А в 2022 году компания «Шалкар Бастау» выиграла тендер на капремонт городских фонтанов на сумму 245 миллионов тенге. Но не уложились в срок, и мы подали на них в суд. Пока шли судебные разбирательства, фонтаны так и не заработали. Теперь эта же компания должна завершить работы до конца месяца. Ведь впереди юбилей города – 155 лет. В Акимате признаются, капитальный ремонт фонтанов – процесс трудоёмкий. Да и найти хороших специалистов для их обслуживания сейчас проблематично. Поэтому, недолго думая, чиновники решили разобрать. Единсыны в центральном парке фонтан и превратили его в клумбу для цветов. Рабочие уже переделывают конструкцию. Я даже удивляюсь, что фонтанов нет. У нас в Уральске, вы, наверное, ездили туда, да? Достаточно. Они делают красиво более город. Дают свежести? Ну, да, думаю, нужны. Создают более хороший вид. Для туристов красиво выглядит. Молчат и три музыкальных фонтана напротив областного Акимата. Все они со светодиодной подсветкой. Высота строй достигала 18 метров. А сами конструкции исполняли 10 разных мелодий. Когда их запустят, тоже неизвестно. Заброшенный пока единственный в городе так называемый пешеходный фонтан. Он расположен на Арбате в районе центрального стадиона. Такие сухие фонтаны очень любят дети. Они абсолютно безопасны, экономичны в расходовании воды. И к тому же их не нужно чистить от мусора. По словам урбанистов, такие интерьерные решения прекрасно дополняют городскую среду. Но не заменяют историческое наследие. Поэтому классические фонтаны, даже с учётом их дороговизны и сложности эксплуатации, часть идентичности города. Их важно сохранять, оптимизируя расход воды и очистные механизмы. О новом виде мошенничества предупреждают граждан сотрудники правоохранительных органов. Позвонив по телефону, мошенники представляются медиками и предлагают пройти профилактическую флюорографию либо обследование. Преступники подбирают удобную для вас дату и просят подтвердить запись по СМС-коду. Ни в коем случае нельзя называть код. По этому коду мошенники могут удаленно войти в ваши личные кабинеты, завладеть персональными данными и оформить на вас кредиты. Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют не совершать никаких операций, если об этом вас спросят неизвестные лица, позвонившие по телефону. Необходимо прерывать разговор и перезвонить в соответствующее учреждение для получения достоверной информации. Несмотря на профилактическую работу, в органы полиции продолжают поступать заявления от обманутых граждан. Напоминаем, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо соблюдать несколько простых правил. Не совершать каких-либо онлайн-операций в ходе телефонного звонка. Не совершать каких-либо операций во время телефонного разговора с неизвестными лицами. Не скачивать и не устанавливать на телефон неизвестные приложения. Если вам позвонили и представились сотрудниками банка или правоохранительного органа, прервите разговор и обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните на номер 102. Осужденный, проглотивший инородные предметы, содержится в дисциплинарном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовно-исполнительной системы Западно-Казахстанской области. Видео с осужденным, сделанное в больнице Уральска, распространилось в соцсетях. В ДУИС пояснили, что неоднократно осужденный гражданин Т, являющийся злостным нарушителем режимного учреждения, в котором отбывает наказание, вводя в заблуждение гражданское население, начал выкрикивать в адрес администрации жалобы. Прокуратура принимала всех осужденных и нарушений в действиях администрации не установила. Акт членовредительства, проглотив инородные предметы, осужденный совершил еще при этапировании из города Тарас. Осужденный еще при этапировании из города Тарас в пути следования в 27-е учреждение уже осуществил акт членовредительства, проглотил инородный предмет. И в связи с болями в области живота 25 мая 2024 года его доставили, то есть вывезли в областную клиническую больницу города Уральска, где и была осуществлена видеозапись гражданским лицом. Во время конфликта осужденный также пытался совершить акт членовредительства. Противоправные действия были притечены сопровождающими сотрудниками. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации. Осужденный содержится в дисциплинарном изоляторе. В Уральске загорелся ресторанный комплекс. Инцидент произошел 24 мая. По словам специалистов, сгорела крыша двухэтажного банкетного зала площадью 650 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. К слову, с начала года на территории Западно-Казахстанской области зарегистрировано 217 пожаров. По городу – 107. Установлено, что в ресторане горели кровли, крыша общей площадью 390 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 50 человек личного состава и 17 единиц техники. Пожар был локализован в 19 часов 4 минуты и ликвидирован в 19.44. В Уральске водитель автомобиля сбил пешехода. ДТП произошло 19 мая. Согласно информации пресс-службы Департамента полиции Западно-Казахстанской области, водитель автомобиля ВАЗ-21-140, двигаясь по улице Сарай-Шек на пересечении с улицы Курман-Газы, при совершении маневра на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по улице Курман-Газы. Женщину доставили в медучреждение. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с различными травмами была госпитализирована в больницу, где скончалась, не приходя в сознание. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомашина водворена на спецстоянку. Проводится расследование. В Уральске сотрудники линейного отдела совместно с транспортной прокуратурой проводят прием граждан. Он осуществляется на территории ЖД вокзала и аэропорта до 31 мая. Жители и гости города могут обратиться с волнующими вопросами к представителям правоохранительных органов. С начала текущего года в Западно-Казахстанской области на транспортных объектах зафиксировано 14 преступлений. Для профилактики предупреждений мы проводим данные профилактические мероприятия не только мошенничества преступлений, но и ряд других преступлений. Это предупреждение, ношение холодного оружия, так как основное масса у нас преступлений совершаются незаконно, кастеты, холодное оружие, патроны, гильзы, основные преступления у нас регистрируются, а также незаконное ношение наркотических средств. В Уральске изменится адрес дежурного ЦОНа. С 3 июня по дежурному графику будет работать учреждение, расположенное по адресу улицы Исатай Махамбета, 84. Также добавим, что ЦОН по адресу улицы Жамбела, 81,2 с 3 июня переходит на обычный график. Он будет принимать граждан с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Напомним, что дежурные ЦОНы работают в будни с 9 до 20 часов, а в субботу до 13 часов. В Уральске 15 военнослужащих воинской части 55-17 получили гранты на поступление в ВУЗы после службы без необходимости сдачи ЕНТ. Солдаты получили эту возможность, участвуя в проекте «Срочники 2.0». На строевой площадке воинской части в торжественной обстановке состоялась церемония вручения сертификатов солдатам. В Министерстве обороны Республики Казахстан подведены итоги конкурса по распределению образовательных льгот для военнослужащих. В данной инициативе приняли участие бойцы воинской части 55-17 Национальной гвардии, 15 из которых стали обладателями гранта. На данный момент 15 человек, они уже с 1 сентября будут обучаться в стенах этих ВУЗов. Мы военнослужащим срочной службы по прибытию в воинскую часть, а также при работе в военкомате доводим, что у нас есть возможность, если военнослужащий в течение года показывает высокие результаты служебно-боевой деятельности, воспитательной, своей высокой воинской дисциплины, он может стать обладателем гранта. Такие достижения – результат хороших тренировок, отмечают военнослужащие в воинской части. Диас Алгалиев был призван из Ахтубе. Он рассказывает, что узнал о такой возможности, когда пришел на службу. Благодаря стремлению и упорной подготовке Диас получил возможность поступить в казну имени Аль-Фараби. Для меня это стало достаточно хорошей мотивацией достичь каких-то результатов в боевой подготовке служебной. И за эти 11 месяцев труда, можно сказать, это окупилось. И мне кажется, для многих молодых людей, кто не горит желанием идти в армию, я думаю, это большая мотивация поступить бесплатно, тем более в высшие учебные заведения. Стоит отметить, по стране в конкурсе приняли участие около 17 тысяч солдат. По итогам было выделено 1500 бесплатных образовательных грантов. Амина Махсотова, Марлин Искалиев, Аймурад Жагапар, телеканал ТДК-42. В Уральске открылся новый автосалон КАИ. КАИ – это бренд еще относительно молодого, но уже достойно заявившего о себе и популярного в мире производителя из КНР, выпускающего высокотехнологичные, надежные и комфортабельные автомобили. Автомобили КАИ экспортируются более чем в 20 стран мира. Подробнее о бренде КАИ и новом автосалоне расскажут наши корреспонденты. Хотя бренд КАИ на рынке относительно недавно, он уже успел зарекомендовать себя как надежный производитель, выпускающий высокотехнологичные автомобили. Сегодня новый автосалон предлагает вниманию покупателей четыре модели по сниженным ценам. Седан КАИ Е5, кроссоверы КАИ Х3, КАИ Х3 Про и КАИ Х7. Перед выходом бренда на рынок Казахстана мы изучили потребности казахстанских клиентов. Гости и клиенты могут получить всю необходимую консультацию, записаться на тест-драйв автомобиля, приобрести здесь необходимые аксессуары для авто. Также здесь проводятся гарантийные и сервисное обслуживание. У нас есть кредитные программы, это кредиты во всех банках Казахстана с первоначальным взносом от 10% до 7 лет. Также имеется гарантия на автомобиль 5 лет либо 150 тысяч пробега километров. За 10 лет КАИ показала себя как производитель очень надежных и отвечающих самым современным водительским запросам авто. Автосалон КАИ расположен по адресу город Уральск, улица Шоохова, 3Б. И ждет вас ежедневно, без перерывов и выходных. Как развивается внутренний туризм? Этот и другие вопросы сферы туризма затронем в программе ОЗИКТ. 28 мая в 19.30 в прямом эфире на телеканале ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание, до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok